До конца 2018 года в Башкирии планируют провести сплошную инвентаризацию скота, сообщил руководитель регионального Минсельхоза Ильшат Фазрахманов. Это позволит в точности знать, сколько скота различных видов содержится как в сельхозпредприятиях, так и в личных подворьях граждан. Случается, что реальная картина не всегда совпадает с данными статистики. Примером может служить Туймазинский район, где коров оказалось даже больше, чем указали в стат исследования. На данный момент количество скота в регионе известно властям с точностью до 90%. Кроме того, в будущем году власти рассчитывают запустить государственную автоматизированную систему управления в агропромышленном комплексе. У нас нет сегодня не то чтобы желания, а с кем-то соревноваться по количеству скота. Ну все, это уже тема прошла. Теперь нам нужно понять, сколько все-таки у нас скота есть. Сколько крыс в целом, сколько в том числе коров, сколько лошадей, сколько свиньи. Ладно, птицу уже читать не будем. Сколько мелкого рогатого скота. На следующий год, сейчас мы готовим нормативно-правые акты, это скорее всего будет постановление по идентификации и инвентаризации животных. В конце 2018 года мы будем 100% владеть информацией, где, сколько скота, как она двигается, какой сход заходит в республику, какой сход отсюда у нас выходит. Ильшат Фазрахманов также сообщил, что инвентаризация скота станет добровольной. По его мнению, люди согласятся на ее проведение. Ведь в конечном итоге, если власти не будут знать о наличии скота, то, к примеру, не смогут правильно организовать выплаты при чрезвычайных ситуациях.